Игра предоставлена интернет-магазином лицензионных видеоигр Роксен.ру, за что им огромное спасибо. Роксен.ру, за что им огромное спасибо. Привет, друзья, с вами Сиркитрон и специально для Brain Ant я сделал свой обзор этой игры. Если быть точнее, то конкретно террористов в осаде нет. Хотя, если не ошибаюсь, то на ранних показах мы наблюдали их. В итоге, в релизе мы видим битву между лучшими отрядами спецподразделений. Новый Rainbow Six это тактический онлайн-шутер с практически полной разрушаемостью объектов. Но прежде чем бросаться в онлайн-бои, нам предлагают пройти операции. Это первый режим игры. В нем вы в одиночку боретесь с ботами, выполняя при этом определенные задания, которых всего 10. В зависимости от сложности задания, вы, соответственно, получаете разный размер бонусов. Поначалу я подумал, что это типичная разминка перед онлайн-боями, и что я пройду ее достаточно просто. Но оказалось, что я заблуждался. Трудностей было немало, так как ботов много, а вы один. При этом, в некоторых моментах противники бесконечны, а вы можете умереть от двух серьезных попаданий по вам. Поэтому это серьезный вызов для игроков в разной подготовке, что я воспринимаю как большой плюс. За завершение каждого задания дарят дополнительные бонусы за выполнение трех условий. Но даже если вы выполнили условия, но провалили миссию, то бонусы все равно засчитают. Это помогает накопить достаточное количество игровой валюты для разблокировки нового оперативника и апгрейда для его вооружения. А вот здесь я обращаю ваше внимание на одну из важных приятных деталей игры. Выбор оперативника. ОСАДА предлагает на ваш выбор по несколько бойцов спецподразделений из пяти стран, среди которых имеется российский спецназ. Естественно, они поначалу заблокированы, но их открыть достаточно просто. Используя накопленные баллы. Самый первый оперативник среди своего подразделения самый дешевый. Далее идет по нарастающим. Суть выбора заключается в том, что абсолютно у каждого из них свои определенные способности. Например, кто-то ставит усиленную броню на окна и двери, кто-то дарит команде набор усиленных жилетов, а кто-то глушит связь рядом с собой. Их в игре на данный момент предостаточно и делятся они на два типа – оборона и атака. Здесь речь уже заходит о втором и в то же время основном режиме игры – соревновательной. Другими словами, стандартный мультиплеер, в котором две стороны по пять человек сражаются друг с другом, чередуясь ролями. Сначала защищаем точку, затем ищем и захватываем. Но, несмотря на типичное описание онлайн-шутера, в этом есть изюминка и выражена она в нескольких составляющих. В первые секунды раунда одна сторона готовится к обороне, защищая позицию и расставляя ловушки, а вторая управляет мини-ботами, которые должны за эти несколько секунд найти местоположение противников. А далее обе команды приступают к выполнению целей. Одна из изюминок – это разрушаемость объектов. Действительно, возможность разрушить почти все – это ключ к разнообразию геймплея. Например, ожидая своего врага в выбранном вами месте, сидишь и не знаешь, где он будет наступать. Это своего рода адреналин и проверка нервов на прочность. В Rainbow Six вам придется играть в команде, иначе никак. Если каждый будет разумно использовать особенности своего оперативника и прикрывать друг друга, то успех почти гарантирован. А если же игроки будут просто носиться по карте, выдавая при этом свое местонахождение, то его судьба предопределена. Не забывайте, что это командный тактический шутер, в котором выигрывает та команда, которая выбирает более верную стратегию и эффективно пользуется способностями. Особенно сильно это видно в рейтинговой игре, доступ в которую вам дают лишь после получения вами 20-го уровня. В этом режиме учитываются ваши результаты, складываясь в ваш рейтинг и звание. За досрочный выход из боя в таком сражении вам выдают штраф. Все, как в уже упомянутой раньше игре. Среди режимов могу выделить следующее. Захват. Вам дается комната с контейнером, которую нужно удерживать, или вы просто можете перебить команду врага. Заложник. Название говорит само за себя. Вы либо защищаете, либо эвакуируете заложника, или просто ликвидируете команду соперника. Только не забывайте, если любая из команд убьет заложника, то команда виновника проиграет, а такой в игре не редкость. Заряд тоже нам знаком. В здании находятся две бомбы, которые нужно либо защищать, либо разминировать. После сетевой игры следует последний режим. Это кооператив против ботов. Карты и режим подбираются рандомно, вы впятером с товарищами должны выжить и выполнить поставленную задачу. Боты не всегда тупые, поэтому легким этот режим я бы не назвал. Отличий по замыслу от предыдущего режима мало. Основой всегда остается грамотная командная игра. Вот и все. В течение будущего года Юбисофт обещает поддерживать игру новыми дополнениями, добавляя новые карты, режимы и оперативников. Все, о чем я вам рассказал, мне нравится. Минусов для такой на редкость удачной командной игры найти сложно. Основные неприятные моменты доставляют сами игроки, которые, бывает, нарушают правила и мешают тем самым играть с другим. В последние дни участились проблемы с пингом, который поднимается до 250 миллисекунд, а также графику в игре хоть и слегка подтянули, но все равно не довели ее до современного уровня. Но на нее не обращаешь внимания во время напряженного боя. Обзор на Tom Clancy's Rainbow Six Asada я мог сделать раньше, но хотелось сыграть побольше, чтобы понять, насколько хороша или плоха эта игра. И скажу вам следующее. Это лучший командный шутер за последние года. У него есть хорошее будущее, если разработчик не плюнет на него. А на данный момент я оцениваю игру на 9 баллов. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал BrainAnd и на мой канал при желании. Покупайте игру на сайте Roxen.ru и принимайте участие в напряженных боях лучших оперативников мира. А сейчас я говорю вам пока, друзья. До скорых встреч!